Всем привет! С вами Петли Сосинь и я Андрей. В этом видео мы рассмотрим и установим настольные фильтры для воды Heiser. Произведен он в России, в городе Санкт-Петербург, ООО Акватория, модель 1УК-ЕВР. Открываем коробку. Внутри находится ключ для колбы и сам фильтр. Паспорт мы забыли в другом месте, но он есть. У нас такой фильтр вместе с картриджем стоит порядка 1700 рублей. Цена вполне доступная для многих. Фильтр подключается очень просто. Нужно вкрутить вот этот переходник вместо сеточки аэратора, вносик смесителя и все готово. Можно пользоваться. Очень удобно, так как можно пользоваться как обычной водой, так и очищенной, не снимая переходник, а просто повернув вот этот краник на переходнике. Вот в этом положении можно пользоваться обычной водой с водопровода напрямую. И вот в этом положении через фильтр. Откручивается колба легко. Давайте посмотрим, какой фильтр стоит внутри. Этот картридж фильтра Гейзер модели 1 УК Евро угольный. Содержит активированный уголь, высокоэффективный сорбент из скорлупы кокоса. Удаляет хлор, хлорорганические и органические соединения, мутность, цветность, улучшает органолептические показатели воды. Изготовлен из прессованного угля по технологии карбон-блок. Ресурс такого картриджа до 10 тысяч литров. Краник поворачивается вокруг своей оси, но в разные стороны не наклоняется. Замену такого картриджа произвести очень легко с помощью ключа. Приступаем к установке фильтра. Перед установкой обязательно подтяните ключом колбу фильтра, так как она идет из завода-изготовителя, не закрученная до конца. Сначала нужно выкрутить сеточку из носика смесителя. Чтобы было удобнее, я выкручу верхнюю белую деталь и вкручу ее вместо сеточки аэратора. А теперь накручиваем сам переходник. На сеточке смесителя должна была быть прокладка, которая нам понадобится. Что будет, если накрутить переходник без прокладки? Тогда будет вода протекать сверху переходника, что не даст комфортно пользоваться фильтром. Ставим прокладку и вкручиваем. Главное попасть по резьбе, чтобы не испортить ее. Закручиваем без фанатизма. Проверяем, вода не протекает сверху переходника, все хорошо. Теперь пускаем воду через фильтр. Некоторое количество воды нужно спустить, чтобы промыть фильтр от угольной пыли. Все, вода течет чистая, можно пользоваться. Теперь не нужно отстаивать воду, а можно сразу использовать для приготовления чая и еды. Вот так, не сложно, своими руками можно подключить фильтр для воды, такой как гейзер. Всем спасибо за просмотр нашего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Спасибо всем, пятница сентября.